Коронован в возрасте 16 лет. Как сложилась судьба вора в законе Ваха? Кому-то для того, чтобы стать вором в законе приходится годами или даже десятками лет работать над своей репутацией, доказывать уважаемым людям свое желание и достоинство обладания этого статуса. А кому-то достаточно просто родиться в семье криминального авторитета и его могут короновать по наследству, несмотря на юный возраст и отсутствие судимостей. Так произошло и с законником по прозвищу Ваха. Он смог стал уважаемым человеком и добиться неплохих успехов в криминальном мире до тех пор, пока не стал увлекаться наркотиками. Биография Хатискаца Вахтанг Тимуразович появился на свет 7 июля 1983 года в Кутресе. Его отец был влиятельным криминальным авторитетом, поэтому мальчик не планировал хорошо учиться в школе и получать престижное образование. Заранее зная, что пойдет по стопам своего родителя. Когда того не стало, Вахтанг стал перенимать опыт у приятелей своего отца и жить по понятиям. Уже в возрасте 16 лет он был коронован вора в законе. Конечно же, многих криминальных авторитетов принять ли юношу воровскую семью в столь юном возрасте сильно смутило, но уже к тому моменту у него оказалось много влиятельных покровителей, поэтому оспорить это решение никто не пожелал. Основным видом деятельности новоиспеченного законника по прозвищу Ваха стали карманные кражи. Сначала он действовал только у себя на родине, но вскоре вместе со своими приятелями переехал жить в Москву. Несколько раз его здесь задерживали правоохранительные органы за подозрения в краже и приеме психотропных средств, но каждый раз после нескольких дней пребывания в следственном изоляторе его отпускали на свободу. К середине нулевых годов его влиятельность уже заметно возросла. Молодой криминальный авторитет возглавил несколько преступных бригад и уже управлял карманными и квартирными кражами в столице. Все это время Вахтанг существовал строго по понятиям и принимал участие в воровских сходках. Старшие законники разглядели в нем перспективного молодого человека и уже в 2003 году планировали поставить его на должность смотрящего по городу Ярославль. Но этого так и не случилось, так как вскоре криминальным авторитет был выдворен из страны. Ему был наложен запрет правоохранительными органами на въезд и пребывание в России сроком на пять лет. Еще некоторое время Хатискаться управлял удаленно преступной деятельностью в Москве и незаконно пребывал в этот город. Совместно с этим у него появилось новое в жизни увлечение – прием наркотических средств. Такого рода расслабление постепенно начало влиять на его авторитет. А в 2007 году столичный суд приговорил его к двум годам и шесть месяцам лишения свободы за употребление наркотических средств. Выйти на свободу молодой вор в законе должен был в ноябре 2009 года, но этого не случилось. 6 июня 2008 года Ваха скончался от сердечной недостаточности, в исправительной колонии, располагающейся в Магаданской области. Тело криминального авторитета было захоронено у него на родине, в Кутэйси. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok